Йоу, дорогуша! Сегодня речь пойдет о статистике, точнее о том самом пятиугольнике, что ты видишь каждый раз, заходя в профиль любого игрока. Но задумывался хоть кто-либо из вас, за что на самом деле отвечает он. Давай я тебе расскажу! С появлением обновления Dota 2 Reborn в профиле игрока появился странный пятиугольник, определяющий стиль игры каждого дотера. Каждый угол пятиугольной диаграммы отвечает за определенную характеристику игрока. Разработчики компании Valve выделили такие важные характеристики, как сражение, осада, добыча золота, поддержка и гибкость. Мазафака, ты знал, что не каждый может делать хоть что-то из этого, сука. Ведь есть такие ребята, которые бомбят при каждой удобной ситуации, но не учатся на своих ошибках. И поэтому я здесь! Я покажу тебе, как можно угомонить свой гнев и раздать по щам врагам. Вперед, салага! Продолжим. Умение использовать свою сильную сторону, а также страховаться от ошибок благодаря знанию слабых сторон противника увеличивает твой шанс на победу в каждой игре. СТРЕМЛЕНИЕ СТРЕМЛЕНИЕ, блядь! Ахахаха! Слуха! Чё, блядь! Хм-хм! СТРЕМЛЕНИЕ К САМОРАЗВИТИЮ СПОСОБСТВУЕТ ДОСТИЖЕНИЮ ОГРОМНЫХ ВСОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИГРОКИ ИЗУЧАЮТ СОБСТВЕННЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОПЕРНИКА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ О КАК РАССМОТРИМ ПОДРОБНЕЕ КАЖДЫЙ ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПЯТИГРАННОЙ ДИАГРАММОЙ ОТ ВАЛЬВ НОМЕР ОДИН ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СРАЖЕНИЯ УКАЗЫВАЕТ НАСКОЛЬКО ИГРОК ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЯ В ТИМФАЙТАХ Если данный показатель слишком стоит на отметке ниже среднего значит геймер чаще всего избегает сражения, старается больше фармить, пушить или сплитпушить При низком коэффициенте не стоит выбрать активных героев, таких как Квин оф Пейн, Пак, Шторм Спейн Более правильное решение будет пикать пушеров, керри или же лесников НОМЕР ДВА Если диаграмма выделила осаду, значит вы прекрасно знаете, что побеждает тот, кто сносит трон врага они активно убивают героев Чаще всего, конечно, побеждает тот, кто убивает но те же АЛЛАЙНС показали умение обыгрывать оппонентов путем сноса тавров, сторон, бараков находясь в проигрышном положении Такой стиль на профессиональной киберспортивной арене получил название РЭД ДОТА или же Крысиная ДОТА Победителей не судят НОМЕР ТИ Добыча золота один из самых важных показателей Формить и набирать свое превосходство над оппонентом очень важно в современной ДОТе Даже саппорты пятой позиции для победы обязаны находить в себе в игре фарм любыми способами Если на первый план у игрока выходит добыча золота то скорее всего его стиль игры фармила и он достойно отыгрывает на кор-ролях А кто же ты? Напиши мне в комментариях Человек ли ты вообще, блядь? Или кто? И... Поставь лайк что ли в видео? Номер 4 Добывать золото возможно различными способами Для саппортов это удачные ганги, отводы, создание для себя и своих коров дабл, трипл стаков во времена застоя игрового процесса Герри-герои получат золото в большей степени от хорошего ДН крипов на ранней стадии и уничтожения врагов на поздней Оффлейнеры повышают свои показатели путем максимального добивания крипов на своей линии и умения появляться в нужном месте в нужное время А ну-ка мне скажите пожалуйста в комментариях Появляются ли ваши тиммейты в нужное время в нужном месте? Че-то я такого не видал Геймеры с высоким показателем поддержки являются хорошими саппортами привносящими приятную атмосферу в игру Хороший саппорт и большая редкость и именно от них в большей степени зависит удачный фарм керри выигранная центральная линия и комфортная жизнь оффлейнера Остерегайтесь геймеров, имеющих высокий уровень гибкости и стремитесь к нему сами Ведь это научит вас нормально играть в до... Прости, твои ушки наверно охуели Продолжим Показатели изменяются в зависимости от последних сыгранных 20 матчей Плюс такого диапазона в том, что данные показывают стиль игры в данный момент А не за все время существования твоего ебучего аккаунта Правильный анализ диаграммы дает полную картину происходящих событий в игре Агрессивность или игрока Или же наоборот он предпочитает пассивную фармящую доту Пассивную Но выбирать только тебе Да Выбирать только тебе, братан А с вами был Санрайз Блять, я Суприм Санрайз Я Суприм Санрайз Слушайте только хорошую музыку Мою музыку И все